Привет, друзья! Тартовал Champions Chess Tour 2024 Это одна из сильнейших турнирных серий на сегодняшний день Серия из четырех турниров проходит на Ческоме Привлекает всех сильнейших Играть могут только гроссмейстеры Отбор тоже теоретически существует Но на 95% состав состоит из гроссмейстеров Поэтому призовые неплохие Составы серьезные Заслуживают нашего обзора 100% Ваш покорный слуга тоже принимал участие Свои партии я обозревать не буду Смотреть на вас особо нечего Но, друзья, у нас будут новые герои Не победитель турнира Спойлер, угадайте с трех раз кто это был Естественно, это был Магнус А два других героя Которые в последнее время на слуху И можно уже, видимо, их причислить К настоящей элите современных шахмат Хотя в оффлайн шахматах Они не так блещут Пока, по крайней мере Формат турниров довольно запутанный Но постараюсь объяснить Сначала играется турнир по швейцарской системе В 9 туров Рапид, контроль 10 плюс 2 И оттуда отбираются 69 человек Которые в итоге будут разделены на дивизионы И, кстати, кажется, что в эти 69 человек Ну, невозможно не попасть Надо хотя бы более-менее достать на результат Показать и все Но сейчас я вам покажу, кто не вышел В этом турнире Поэтому составы дикие И я в прошлом году Два раза вышел в третий дивизион Один раз в первый и два раза не вышел И один турнир я, по-моему, пропустил Как-то так В этом году мне впервые удалось выйти во второй дивизион Но на этом мои успехи закончились Из этой швейцарки, из этого турнира Выходят люди в три дивизиона И каждый дивизион это отдельный турнир В котором разыгрываются отдельные призовые фонды Это матчи на вылет Причем с форматом двойного выбивания То есть, если ты проиграл один матч У тебя еще будет шанс Ты для этого должен выиграть остальные все матчи Если еще один проиграешь Тогда уже ты точно выбиваешь Поэтому Мне, кстати, эта система нравится По крайней мере Нет такого, что вот один ход Сделан не туда И весь турнир пошел на смарку Дается второй шанс Я это одобряю И, в целом, мне кажется Всем эта система нравится Поэтому здесь никаких вопросов к ческому нет Как я уже сказал Давайте посмотрим, кто не вышел для начала Ну, наверное, я кого-то забуду, конечно Но вот Я опустился вниз Уже в район 125-го места примерно И вот, допустим, 124-й у нас Дима Андрейкин 123-я Фабиана Каруана В одном из обзоров я упоминал Что Ханс Мокки Ниман Новая легенда онлайна 112-е место занял И так далее и тому подобное Здесь очень-очень тяжело Тяжело отобраться Вот Павел Панкрата, кстати, 84-й В итоге даже ни в какой дивизион не вышел Хотя стартанул 4-4 В 4-4-х Потом наткнулся на героя нашего сегодняшнего обзора Основного И после этого поплыл немножко Так что за Пашу обидно Но Гата Камский тоже не отобрался И... Сложные-сложные турниры Да, я думаю, 60-е место Причем первый тур умрада пропустил Видимо, забыл Блюбаум, 58-е Я думаю, что вы идею поняли Давайте посмотрим, кто занял первые места Первые места заняли Хосе Мартинес на первом у нас месте И в тот день, кстати, у него был день рождения Это легендарный Жаспем Жаспем Начал с 6-6 Потом сделал Три ничьи И, естественно, уверенно вышел В плей-офф На втором месте Давид Антон Гихара Это тоже известный Гроссмейстер испанский У него рейтинг Ройня 2,650 В классику Он В целом не является Какой-то звездой онлайна Но при этом Ну, это не удивляет Что в какой-то момент Игрок типа него Может выстрелить Это нормальная ситуация Совершенно На третьем месте Хикара у нас На четвертом месте Сам Велтер Саакян Это армянский Гроссмейстер Тоже довольно стабильно В онлайне Турниры хорошо играют Феруджа Кеймер Рауф Мамедов Естественно, наверху И, ну, и так далее Весли Петр Свидлер Юан Ги Лозовик Одиннадцатое место занял И вот люди Которые набрали по 6,5 очков Точнее Точнее Хосе Мартинес Не должен был играть Плей-офф уже За выход В первый дивизион Я понимаю, что это все Очень сложно на самом деле Но Идея в том, что здесь ты Не выходишь сразу В дивизион А ты выходишь В матче За выход В дивизион И Хосе Как занявший Первое место Уже эти матчи Играть не должен был Остальные все Должны были между собой Рубиться И вот Я тут на 18 месте 6 очков Своих набрал Я шел, кстати, 5 из 6 Проиграл Феруджи Проиграл Мамедову И в итоге За первый дивизион Не удалось зацепиться Переходим к парте Переходим к партиям Хосе Мартинес У нас в лидерах Отметим этот факт И С его партии начнем Я Из швейцарки Особо ничего показывать не буду Буквально пару партий Распьем и посмотрим Потому что там были Любопытные идеи И в целом Атаки, которые он провел Они мне Очень даже зашли Начнем с партии Против Робики В швейцарки в Лишвиле Это Грязь Миссия Представляющая Голландию Здесь была Разыграна Следующая система Д6 С3 Конь Ф6 Х3 Ну вот такая Хитренькая схема Может быть Я, кстати, подумал В дебюте за час Мы как-нибудь Эту схему и разберем Но бить, естественно Нельзя пешку Потому что Ф4 выигрывает коня Конь С6 И слон Д3 Тоже выглядит коряво Наверное, начинающие Не поймут, о чем речь Но идея в том, что Мы идем слон С2 Идем Д4 И пытаемся захватить центр А слон С2 Потенциально На этой диагонали Будет неплохо работать В черных Здесь, естественно Миллион возможностей Можно Е5 Можно Ж6 Можно Е6 Д5 Как сыграл Кивлишвили Тоже Окей, вполне Е5 Последовало Конь Д7 И слон Б5 Теперь пешку нельзя бить Потому что Связка всегда будет И уясняется Что эта поэция Видимо похуже Хотя после Ферс Б6 Взяли Взяли Д4 Кажется, что Ну, а что это может быть Ну, какая-то французская Только белая Отдали слона И просто хотел Показать эту парту Потому что она очень Поучительная В том плане Как белые здесь Организовали атаку Е6 Рокировка Ну, даже Ш6 Какой-то странный ход Но, наверное, он Слон Е7 Хотел пойти Ему не нравится Может быть слон Ж5 Поэтому, окей А6 логика какая-то есть Конь Д2 Конь Ф1 Конь Ж3 Конь пошел на Аш5 И в сочетании Там со слоном И еще мы увидим Классный маневр Конь Аш2 Белые здесь Быстренько пристроили мат Конь Ж4 Конь Аш5 И слон Аш6 Естественно Как улыбка младенца Черные вообще Ничего не успели сделать Какие-то странные маневры Конь Ф8 Конь Ж6 Типы мы защищаем Но Конь Ж6 ничего не защищает Ключевые пункты Ж7 И Аш6 И здесь Катастрофа происходит И ферзь Д2 еще Ну, типично Несложно Красиво Ферзь идет на Аш6 И два коня с ферзем Тут, естественно Замотовали быстренько Это первая партия Которую я хотел показать Вторая партия Ну, ладно Робби Кивлишвили Он не сильнейший игрок А вот Винсент Кеймер Друзья Последнее время Ну, я думаю Что можно его причислить К игрокам элиты уже У него и рейтинг приличный И Он выиграл Второй дивизион В этом турнире Поэтому Обыграть Кеймер Очень непросто Я вам так скажу Но здесь было Сделано все В фирменном стиле Жаспиамовском Слоны в 5 Аш4 Аш5 Ну, это известная линия Ферзь А5 Шах Тут, естественно Все раньше играли Либо Конь Д2 Либо С3 Либо Слон Д2 В последнее время В моду ходит Ход Б4 Это Гамбит Идея в том Что если Черный забирает То Конь Д2 Хотим Ладья Б1 Ладья Б7 Это, по-моему У Рязанцева Немножко у нас на канале Разбирает С точки зрения черных Ну, черный ходит Е6 Ладья Б1 Ферзь Е7 И сложная позиция Как-то у черных Немножко корявой фигуры стоит У белых не хватает пешки Поэтому Не беру сказать У кого здесь лучше Практика покажет Ферзь А6 После 20-секундного раздумья Сыграл Кеймер Но вот этот ход Уже, видимо, неудачный Потому что жертва пешки Такой Классный Е6 Теперь полностью Развалил Королевский фланг Соперника Жаспен Здесь, кстати Удивительная позиция Потому что, ну, вроде как У белых тоже пешки Не сахар И плюс И плюс у них не хватает Одной Но Оказывается, что у белых Как минимум Полная компенсация И было здесь уже, кстати Довольно приличное количество Партий, я смотрю В том числе Вот Жаспен так играл И в классику И в классику Тоже И на эти поля Идет даже не конь С Ж1 Через Ф3 На самом деле Ведем коня Вот этого Потом где-то пешка Е6 начинает провисать А второй конь идет На Аш3 на Ф4 С пешкой Е6 Е6 слабая Довольно оказывается Пешка Д4 Выглядит ужасно Но на нее особо не напасть Ну вот как-то Ходили-ходили Ходили-ходили Видимо, черный Здесь под серьезным Довольно Прессом оказывается Потому что Никак не активизируется Толком Вот И тут слонов Еще поменяли И начал прорываться Здесь на флаге Но на самом деле До последнего Здесь Кеймер держал Вполне обороноспособную Позицию Но В какой-то момент Случился зевок Потому что Последовало ДЦ И выяснилось Что нельзя забирать На Е5 И законив 7 И теряется ладья Поэтому Просто плохо Ну и здесь Мы отдали Ключевую пешку Тут уже Хосе Справился Довольно уверенно Ладья же 8 Грозит мат Сдался Кеймер И Как я уже сказал В начале 6 из 6 Начал Хосе Мартинес Наш друг И в 7 туре Играл с Хикару Следующая Пойца на доске Ход черных Ну черные пошли Ладья же 8 Кто-нибудь Когда-нибудь Видел Чтобы Хикару Не выиграл Подобную позицию Друзья В пуле По 10 секунд По 5 Секунд По 3 Я Не могу Даже представить Что должно было Случиться Чтобы Чтобы Хикару Здесь не выиграл Точнее я видел Концовку партии Поэтому могу представить Но я не знаю Как Как должен На нервы Действовать Соперник Чтобы Чтобы в этой Пойце Произошел Какой-то зевок Хикару Ну естественно Могу просто Пешку забрать Тут вообще Все что угодно Можешь сделать Он пошел Д5 Ну сам по себе Ход нормальный Странноватый Немножко Ну допустим Здесь конечно Конь Д5 Абсолютно выиграно Все еще Е6 выиграно Любой ход выиграно Король Д4 Ладебед Ф4 Просто Хикару Величайший Никогда Ничего не зевающий Взял Зевнул коня В один ход Так что Жаспем В этом плане Немножко повезло Ну и дальше Какая-то Ничья тут была Докручу просто Ну шанс Скорее даже У черных Как-то уже Появились шантики Но Нака все-таки Удержался Не проиграл Эту партию Так что Нельзя сказать Что Жаспем Прям Очень все Четко сделал Были у него Шансы И проиграть Пару партий Кстати В одной партии Тяжелую поицу Имел Поэтому О какой-то Заоблачной Сверхточности Говорить не приходится Тем не менее Человек приходит И вырубает турнир Ну где играли все Просто Во дворе Единственное Магнус не играл Федосеев не играл И Артемев Не играл Из откровенных топов Остальные все играли Поэтому Результат Конечно Серьезный Но с другой стороны Подобном турнире Как-то я занял Третье место Набрав 7 очков Поэтому Периодически Бывают такие Результаты Хотя у некоторых Они с Большей стабильностью Скажем так Происходят Вышли мы В плей-офф Друзья И Тут у нас Жаспем Продолжил Отжигать Но появился Еще один герой 17-летний Белорус Денис Лазаик Я играет Матч С Хикару Напоминаю Здесь у нас Выход За первый дивизион Они отобрались Подбор За первый дивизион Они его играют Первая партия Лазаик Черными Хикару Как нередко С ним случается Помойно Разыграл дебют Но обычно Ему это сходит С рук И здесь Еще можно было Как-то пойти Слон Е2 Ну Пайша Пайца Не сахар У черных Полный здесь Контроль над Черными полями Все фигуры Отлично стоят Но по крайней мере Сразу не проигрывают А Хикару Ну Опять-таки Не свойственно себе Последнее время Кстати Он как-то стал Поздебывать Друзья Я вам так скажу Слон Аш3 Сыграл И Ну Здесь можно Поставить на паузу Для тех Кто хочет Решить Несложную тактику Но она Не сложная Лазаик Здесь Подумал Подумал И Сыграл Конь Б3 Сыграл Конь Б3 Напал на мат В один ход И напал на ладью Ну Собственно Партия закончилась Даже докручивать Не буду Рокеровка Коня 1 Ладья лишняя В принципе Обошлось без нервов Лазаик вообще Такое ощущение Что игрок без нервов Очень стабильно играет Очень хорошо Плотно Солидно То есть Мы его прозвали Капабланка И действительно У него И репертуар Дебютный Шикарный В этом плане Не пробить Ни черными Ни белыми Никаким цветом И стиль Понимающий Понимающий игрок Денис И выясняется Что не обязательно Быть каким-то Супер ярким тактиком Для того Чтобы тащить Эти турниры В общем Лазаик выиграл Первую партию Черными Во второй партии Почти без шансов Почти без шансов Для Накамуры Ему нужно было Выиграть вторую партию Чтобы побороться Еще в матче Но Денис все проконтролировал И в конце Там Хикар даже Перегнул палку И в итоге 2-0 Это матч Лазаик выиграл Следующий матч Друзья Лазаик Сделал Все ничьи С гири А так как он был Черными В Армагеддоне То он прошел дальше Потом был Такой же матч С МВЛ Где Денис Тоже сделал все ничьи А в Армагеддоне Черными Ну там Мог сто раз Ничью сделать МВЛ Но белыми Его ничья не устраивала Поэтому Там тоже Перегнул палку И проиграл Короче Денис разрывал Кто еще разрывал Так это все тот же Наш Любимый Жоспем Жоспем Позиция на диаграмме Матч с Яном Непомнящим И здесь последний ход Был конь Напали на ладью Черная И Ян решил Что ладья Это на самом деле Не висит Потому что После ДЕ Мы нападем на ферзя Нападем на коня И партия Закончится В пользу белых Поэтому пошел Ладья Е1 Надо было сыграть Ладья Ф5 Либо ладья Д1 Потому что После взятия Конь Е5 ДЕ Там еще Ладья подключалась К атаке на ферзя А ладья Е1 Оказалась просто Грубым зевком Потому что После взятия Высил 6 Ход ферзи Д5 Нападающий на ферзя И по сути У черных Качества Компенсации Никакой нет Ян тут начал В своем стиле Набрасывать И кстати В какой-то момент Ситуация Очень Очень боевой стала И Времени У Жаспима Было мало Но он Очень хладнокровно Все угрозы отбил Я бы здесь растерялся Ж5 Ход Строго единственный Градит уже ферзь H6 Я бы конечно Может я бы и сделал Но Скорее всего нет Слон Д2 Тут Ян Готовит Жертву на Ж5 Но спокойненько Убегаем И переходим В контратаку Никого здесь не смущает Вот здесь это все было Сделано на секундах Слон Ж5 То есть обычно Такое прокатывают Против простых ребят Но здесь Даже ладья не уходит А заходим на мат Грозит Ферзь Ж1 И ферзь H1 мат И Тут Собственно Мата Самый и пристроили Конь Д4 Эффектная концовка Победил Жаспем В этой партии И Дальше Ян пытался Но Особо шансов у него не было Последнюю партию Жаспем выиграл В одну калитку И Как-то уже Ян Нужно было побеждать Черную по заказу Матч закончился Со счетом 3-1 В пользу Жаспема И Ян Не помнящий Пошел в твиттер Друзья Написал Couldn't do much Ничего особо Я не мог поделать В этом матче И Потом Через несколько часов Он еще Выложил свою Скриншот Своей переписки С МВЛ Который в тот день Проиграл Лазовику И У них был разговор О том Что Единственное Разочарование Это то Что Между Жаспемом Лазовиком Нужно будет Выбрать Одного Остаться может Только один Только один Победитель Ян комментирует Что да Это несправедливо Ну короче Какие-то у них Шуточки Между собой Не знаю Имело ли смысл Это выкладывать В твиттер Но Было выложено И Ну то есть Ян ясно дал понять Что Никого не обвиняю И насколько я понимаю Учитывая Что была выложена Еще переписка С МВЛ Он тоже подключился К этой игре Никого не обвиняю Но уже в сторону Своего оппонента Дениса Лазовика Так что я вам просто Рассказываю У меня кстати Особо мнения На этот счет нет Ну Результаты конечно Мощные Но Блин Они там под таким Наверное Должны быть Мне так кажется Контрольным Жесточайшим Ребят Которые подозревают Что Я уже начинаю Вполне верить Что в случае Того же Заспема Допустим Все чисто Хотя С болью в душе Я об этом говорю Но Тем не менее Пишите в комментах Что об этом думаете И Друзья Вот после того Как Лазовик обыграл МВЛ А Не помнящий Проиграл Жаспему Случился матч Жаспем Лазовик Сможете Кстати написать В комментах Поставить на паузу И Интересно Кого вы в этом матче Берете Если вы не знаете Результатов А мы посмотрим Кто победил здесь А победил здесь Денис Денис С3 Который партию Закончил На месте Абсолютно Просто сдался Сразу Мартинес После взятия Последовал Ферд Б4 Точнее Могло бы Последовать Ферд Б4 Висит Конь Связка Единственный Ход Ферд Д2 Тогда еще Е4 И Все связано Перевязано А до этого Кстати еще Белыми обыграл Денис Жаспем Поэтому здесь Нужно было побеждать Естественно Безнадежные Абсолютно Плюс еще Шанса на победу Никаких нет Поэтому Закончил Закончил На этом свое выступление Мексикана Перуано Мексиканский Гроссмейстер Наверное Так можно сказать А вот Лазовик Друзья Пошел на Магнуса Карлсона И пошел Не с пустыми руками Пошел биться Первую партию Магнус В своем стиле Красиво перекатал Шансов особо Не дал Своему молодому сопернику Вторая партия Закончилась Ничью Там тоже Магнус Поддавливал Но Денис на секунду Кстати тоже Удержал позицию Которые Большинство бы развалились Я думаю Довольно быстро И вот Следующая партия Черные Уравняли И Денис Друзья Проявил здесь Амбиции По ситуации в матче Нужно было ему побеждать Поэтому он пошел Б5 Б5 Единственная проблема У черных по большому счету Это сдвоенные пешки Сейчас мы пойдем Б4 Раздвоим пешки И потом У нас будет на самом деле Довольно серьезные шансы Образовать проходу На ферзьевом фланге И у черных белых Слабая на Д3 Фигуры как-то Стреляют в пустоту И Магнус здесь не разобрался Пошел ферзь Е1 Б4 АБ И конь Д5 Ему еще прилетело Магнус потом После партии Признался Что он вземнул этот ход Теперь если ладья уходит То конь Б4 Там еще на Д3 зависнет Надо бить Но это такая жертва Кажется не от хорошей жизни С5 Пешка Д3 Все еще слабая И начинает атаковать Лозовик Ферзь Е1 Конь Д3 И Магнус решил Тут пешку А поддержать Но Это логично С одной стороны С другой стороны Но теперь король Остался совсем голый Переходит в атаку Черная Конь С1 Еще классный ход Теперь грозит Где-то ладья Д1 И конь Е2 шах Кстати Я помню Я эту партию в лайве смотрел И мне вот было интересно Есть ли такой ход Конь Е1 Но он видимо неудачный За Конь Е5 Но просто идею Хочу вам показать Может вам понравится А6 Я такой вариант прикинул Ладья Д1 А7 Ферзь Ж2 Конь Е3 К сожалению Конь Е5 Это все дело останавливает Но может вам понравится Эта идейка Конь С1 сыграл Вместо этого Лозовика Это сильнее Конь Е5 Ферзем ушел И просто Магнус уже с горя отдал Ладью Решил С пешкой Как-то побороться Но Лозовик здесь Денис не идеально Наверное играл Чуть-чуть пассивно Мягко говоря Но Ладья есть ладья В принципе хватило Он в итоге здесь По-моему не было Здесь у шансов У Магнуса Прям реально спасти партию Да Минус 5 всю дорогу Поэтому Магнус был Друзья В полном Шоке В полном гневе Че-то как обычно Матерился Орал там Звука у нас не было Но по картинке Было видно Что он в тильте Жутком После матча Он признался Что он действительно Тильтанул И в последней партии Это была третья партия матча В последней партии Магнус уже вышел Просто Делать ничью По большому счету Но потом Как-то потихонечку Начал перекатывать 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 Денис держался И пришли мы К этому Пешечному Который Ничейн Причем Ход надо сделать Не самый сложный Б5 Я правда Друзья У меня в этом турнире Были такие зевки Что я вообще Не имею права Никого ругать В этой жизни Абсолютно Поэтому Не буду даже Здесь ничего не говорить Как можно было Не пойти Б5 В цитноте Естественно Не все так просто Но Б5 Делала ничью Идея в том Что если Король Д7 Мы ходим Король Ф6 И тут Кстати Можно даже Белый Как-то поборется Нет еще Допустим Х3 Е6 Король Ц7 Е7 Х2 Е8 Х1 Ну не Наверное Не поборется Наверное Ничья Ну Белый Тут точно Не рискую По крайней мере Вот Так что Б5 Делала ничью А Лазаик Король Ф4 Сыграл Ну тут Совсем Все просто Оказалось Пешки прошли И выиграл Магнус В общем Матч шел равный И Карлсон это единственный человек Которому Денис проиграл матч На тот момент Он После поражения В этом матче Перешел в лузерскую сетку Но там его ждал Феруджи Который Его обыграл И Друзья Гранд финал у нас был После всех Матчей Образовалась пара У нас Феруджи Карлсон В которой Феруджи кстати Дал бой приличный Но Чемпион у нас Чемпион Есть чемпион А Лерези все еще Нужно подучить Иншпиля В этот раз Он Ошибся Скажем так Относительно Не сложным Не могу сказать Что прям совсем простым Но Здесь единственный ход Кстати Это позиция уже посложнее Посложнее Потому что То что сделал Феруджи Это супер Естественно Это проигрывает Поэтому Кому интересно Посчитать Варианты Пытаться Попытаться Понять что происходит Поставьте на паузу А мы Смотрим Что Феруджи сыграл Здесь король Ж6 А нужно было Сыграть Ладья Нужно было Сыграть Ладья Почему Потому что После король Ж6 Последовало Аж 4 Выяснилось Что пешка Они друг друга Защищают Король идет На c2 И дальше Пешка Б Либо Пешка Б Пойдет Поэтому Нужно было Сыграть Ладья H3 Сначала И допустим На король C2 Король Ж6 Я думаю Делать Нищу Хотя Кому Даже Пишут Король Е6 Идея То Что мы Б4 Двинуть Пока Не можем Здесь Висит Ладья Оторваться От пешки H Не может По сути Белы Током Спрогрессировать Никак Не могут Вот Поэтому Король Ж6 Я думаю Давал Нищу Король Е6 Попроще А король Ж6 Сразу Проигрывает Потому что Теперь Король С2 Напал На эту Еще Магнус Защитил Теперь Пешку H И Перешел К пешке И тут Оказывается Что у белых Все таки Две связанные Которые Быстро Бегут А у черных Никто Никуда Не бежит Точнее Пешка Ж Бежит Но Слишком Медленно Победил Здесь Магнус И финальная Партия Которую Я вам Хотел Показать Это Должен Был Пробеждать Магнуса Для того Чтобы Остаться В борьбе И кстати По дебюту Он зацепился Неплохо Черных Слабые Пешки Здесь У белых Уже Готовы Пойти Постепенно Пешки Б Пешки А Король Более Менее Безопасности Но Магнус Здесь Находит Хороший Шанс Играет Ф5 Не забирает Эту пешку Потому что Они тут Не нужны Белые Просто Заберут И свои Проведут Поэтому Нужно Срочно Организовывать Контр Игру В первую очередь Связанную С пешкой Е Тут Правда Был Хитрый Ход Конь С6 И допустим Ладья Б6 Ладья Ф1 Но Это Слава Подъемно На слон Ж3 Конь Б4 Конь Переходит На Д5 Опять Пуляем И в белых Перевес Но Честно Скажу Сложно Найти Б4 Естественный Ход Но тут Ладья Еще Подключается Неожиданно Где-то На Д2 И Может быть В перспективе Здесь матовые угрозы Будут Сформированы Конь С6 Ладья Д6 Б5 ФЕ Пешка Пошла Оказалось Что Б4 Конь С6 Настолько Грубая Ошибка Что Черные Перехватили Инициативу Хотя При этом Игра Белых Была Естественной Ладья Б4 Е3 Здесь Как-то Странно Ладья Ж4 Ладья Е4 Еще Давала Шансы Белым Король Ф7 Ладья Е4 Ну Видно Наверное Что с такой Проходной Белые Черные Не должны Особо Рисковать Но при этом Чем Черт Не шутит Тут Пешка Тоже Бежит Быстро Довольно Поэтому По Компу Нули Я так Понимаю Что Это Не нули Какая Форсированная Ничья Тут Еще Игры Вагон Но Что Очень Странное Сделал Здесь Ферруджо Пошел Ладья Е4 И После Ладья Е2 Быстренько Пешка Тут Прошла Сдался Альреза Магнус Чемпион Магнус Отбирался В чемпион Сейчас Туре В финал Главный Финал 17 раз И это Его 14 Победа В финалах Проиграл Он только Весли Два раза И один раз МВЛ Такая История Поэтому Магнус Продолжает Доминировать И Сюрприза Никакого Четкого Номер 2 Сейчас Нет Одно Время Очевидно Нака Был Четким Номер 2 Но Судя по Всему Ситуация Меняется Появляются Новые Элитные Игроки Пишите Ребята В комментах Происходит Ли у нас Смена Поколений Настоящая Или Пока Не все Так Однозначно Пока Мы Никого Не Обвиняем Ставьте Лайки Подписывайтесь Кстати Турнир Фишера Сейчас Начался По Классике Мы Тоже Будем Делать Обзоры Так Что Чтобы Не Выпустить Эти Турниры Где И Магнус И Чемпион Мира Динг И Другие Ребята Обязательно Нужно Подписаться И Поставить Колокольчик Пока